75-летию Великой Победы посвящается. Именно с таким посылом был организован автопробег «Мы за мир». Участие в нем приняло около 200 человек. Среди них очень много седовласых мужчин с орденскими планками на кителях, ветеранов военно-воздушных сил и погранвойск, участников Великой Отечественной войны. Им неизменное уважение. Они завоевали победу в 1945-м. И это слово «победа» святое для них и для каждого белоруса. Мы помним и чтим память своих героев. То, что мы сегодня имеем, это заслуга наших предков. Дед мой погиб в 1918 году, защищая границу. Отец мой погиб в 1941 году, защищая честь, свободу и независимость Родины. Я в погранвойсках прослужил 31 год. Брат мой прослужил 30 лет. И надеюсь, что Александр, внук мой, продолжит наше дело. Но чтобы наша республика была красивой по-прежнему. Я лично высказываюсь за то, чтобы сохранить мир и стабильность, чтобы сохранить завоевания те, которые были осуществлены нашими предками, скажем, старшими поколениями. И, естественно, чтобы мы смогли передать эстафету их действий, заботы о нашей земле младшим поколениям. Мы за мир, за стабильность, за то, чтобы нормально работать, нормально отдыхать. Поддержали инициативу мирного автопробега по центральным магистралям Бреста в этот день также представители администрации и общественных объединений города, руководители учреждений образования, молодёжь и целые брестские семьи. Эта акция была по-молодёжному весёлой, по-ветерански выдержанной. Общий настрой был весьма позитивным. Действительно, Великая Победа – это то событие, которое находит отклик в душе каждого участника мероприятия. Наша молодёжь приняла такое решение – организовать акцию, посвящённую 75-й годовщине Великой Победы. Соответственно, вот этот автопробег именно этому и посвящён. Он посвящён именно миру, миру в нашей красивой республике Беларусь. Добру, уюта именно для процветания нашего города Бреста, непосредственно для процветания республики Беларусь. Закончился автопробег у стен Брестской крепости. Затем участники направились на площадь церемониалов. Минутой молчания собравшиеся почтили память героев Великой Отечественной войны, после чего возложили венки и цветы к вечному огню.